Всем привет! Меня зовут Екатерина. В каждом саду есть любимые растения, которые с годами лишь размножаются и не исчезают, которые радуют хозяйку или хозяина. И их хочется рекомендовать к посадке смело и с удовольствием. Почему любимые? Так как через наш сад в первую пятилетку проходит огромное количество растений и по разным причинам они покидают наш сад. Кто-то мало цветет, кто-то быстро теряет просто декоративность, кто-то без конца болеет, где-то какое-то растение является агрессором и захватывает быстро территорию, которая нам нужна для других растений. В общем причин огромное количество, но остаются те, которые любимые и устраивают нас достоинств больше, чем недостатков. В этом видео я расскажу о своем наборе растений. Не просто перечислю виды, а остановлюсь даже на сорте, том или ином. Для примера посмотрим, как они выглядят сегодня в конце февраля. Первыми удачными вечно зелеными кустарниками являются бересклеты форчуна, которые за много лет мне не надоели и продолжают расти и украшать мой сад. У меня растет три сорта. Это эмеральд голд, это эмеральд гаити и санспот. Бересклеты форчуна растут в моем саду уже много лет и я ни разу не пожалела о том, что посадила, так как у них на самом деле очень много достоинств и я хочу их перечесть. Самое важное это то, что данные кустарники являются вечно зелеными. Они не сбрасывают листву, они всегда имеют листья, которые толстые, жесткие зимой и летом. Вот когда не подойди к бересклетам форчуна, они всегда яркие. Плюс они имеют много окрасок, много цветов. Там перекликаются и желтые, и зеленые, и белые, и салатовые, и даже розовые. Например, вы сейчас видите сорт эмеральд гаити. Очень необычный и растет у меня на круглой клумбе. Сейчас видео зимой. Конец февраля. Невероятной красоты с нежным розовым окрасом. Вообще эмеральд гаити имеет белую окантовочку на салатовых листьях. Высота у кустарника небольшая. Около 30-40 см. Разрастается в ширину. Можно использовать как почвопокровное растение, выстригать различные топиарные формы или оставить расти просто кустарником. Это берискрет форчуна сорт Санспот. Самый простой. И посмотрите видео сегодня. Конец февраля. Невероятной красоты, яркости, вечно зеленый, абсолютно неприхотливый кустарник. Этот сорт, он самый простой из всех тех, которые у меня есть. Так как основная его масса зеленого цвета. Пусть листики кожистые такие, плотные. Есть разводы желто-белого оттенка. Конечно, ему надо расти на солнечном месте. В тени он зеленеет. На солнце этих пятен, разводов в центре листа появляется много. То есть он такой аварийгатный, красивый. Этот кустарник растет повыше. Может достигнуть высоты 100-120 см. Ну а ширины все 3 метра. Поэтому данный кустарник у меня подвергается стрижке. Формирую его в виде шара в двух клумбах. Вот сейчас вы видите круглую клумбу. Здесь также сдерживаю, так как он перерастает. Разрешающие ему размеры и еще держу его в виде шара на другой клумбе, которая расположена на входной зоне. Бересклет Форчуна Эмеральд Голд. Самый яркий, самый необычный. Ну, возможно, на любителя. Но мне он нравится. Он дополняет мои клумбы и я потихонечку разношу его также по саду. Сейчас вы видите видео зимой. На зиму вот эта вот желтая яркая окантовочка кое-где приобретает розовый оттенок. В этом бересклете три цвета. Зимой он еще ярче, нежели летом. Летом, весной это такой насыщенный яркий желтый кустарник. Также небольшой высоты, где-то около метра высотой может быть, раскидывается, бросает свои плети в стороны. И можно использовать как почвопокровный кустарник, как дополнение каким-то другим растениям. Так как ведь вечно зеленый корень один часто укореняется воздушными корешками. Если побег длинный и лежит на земле, то там можно наблюдать воздушные корни. Легко размножается и разносится по саду. Этот сорт бересклета подсадила еще в ноги к метельчатым гортензиям. Когда зимой они выглядят не симпатично, то внизу будет яркий акцент. Ну а летом все внимание на тебя перетянут к метельчатой гортензии. Должно быть неплохо. Следующее растение в моем списке из любимых – это лаванда. Лаванда, конечно, на любителя. Это не совсем морозостойкое растение. Ну, если, конечно, мы будем выращивать ее из семян и акклиматизировать к своим природным условиям. И подбирать более морозостойкие сорта. У меня растет в саду узколистная лаванда. Я ее не укрываю. У меня пятая климатическая зона и ей комфортно. Цветет из года в год. А вот пыталась приручить с белыми цветами лаванду. Пропала, вымерзла. Лаванда с варригадным цветом листвы также хорошо растет. Лаванда имеет аккуратный куст, шарообразный и одну корневую систему. Соответственно, она не сильно разрастается в ширину. Так как после цветения она требует обрезки, срезки цветоносов, то ее можно сдерживать в красивой аккуратненькой форме. В форме шара. Она много где растет у меня по саду. Не только в клумбах с розами. Подбивает, конечно, розы своим фиолетовым красивым оттенком. Но также украшает мою круглую клумбу. Где очень разнообразный набор растений от хвойных до многолетников, луковичных. И даже есть метельчатые гортензии. Как же выглядит лаванда зимой? Сейчас конец февраля. Посмотрите. Вроде бы сдалека что-то серое, но держит форму. Поближе подойдешь. Видны голубые оттенки. В общем, кустарник декоративный. Даже рано весной, после схода снега, уже что-то будет. Не черно-коричневая масса, а седовато-голубая. В общем, вот такая необычная лаванда, которая украшает мой сад. И я ее буду хвалить и рекомендовать. Ясколка войлочная. Это многолетнее растение. Конечно, это не вечно зеленое. Но в любом случае я покажу вам, как оно выглядит сегодня. Это нечто потрясающее. Ясколка. Кто-то говорит, что это агрессор. Очень быстро разрастается и захватывает территорию. Но я вам скажу, что оно также легко, быстро и убирается. У меня растет поверх коры. То есть я отвела ясколки определенное место с землей. Все остальное застелено спонбондом и корой. Она поверху стелется. После того, как ясколка отцветает в начале лета. Это зрелище фантастическое, долгоиграющая, белая полянка, которая никого не оставит равнодушным. После цветения я срезаю цветочки, остается листва. Листва украшает клумбы до поздней осени. Но настолько она мне нравится, поэтому я ее разношу по саду. У меня она не агрессор. После того, как срезаю цветы, где-то немножечко сокращаю объемы. Объемы куртины. Поэтому это растение я могу рекомендовать. Обратите внимание, как выглядит ясколка в феврале. В феврале прошел дождь, смыл снег. Из-под него выходит ясколка, которая имеет листву с голубым цветом. Такую бархатную, необычную. Мне нравится. Лучше же это созерцать, чем голую землю, согласитесь. Вот сколько на нее смотрю, столько она меня удивляет и радует. Растет давно в саду. И у меня никогда не было мысли, что зря я посадила ясколку. Также хочу пару слов сказать о гейхере. Обожаю этот многолетний. К сожалению, у меня не сохранилось ни видео, ни фотографии. Буквально пару малюток. Но я скажу, что это вечно зеленое растение, которое выходит из-под снега с яркими красно-шоколадными листьями. Они очень быстро заменяются. Да, они хрупкие, они неживые. Они очень слабые, но сразу имеют вид. И поэтому я люблю этот кустарник за яркость, за неприхотливость. Он еще ко всему любит размножаться, сеется по саду, где-нибудь деда сам всходит. И им можно оттенять растение, дополнять. И, как я уже сказала, отношу к разряду вечно зеленых. Так как я не вижу смены. Конечно, если постараться, можно увидеть, когда лист хрупкий, когда растет новый листик. А также хочу выделить несколько можжевельников горизонтальных. Вот не все подойдут на эту роль. Кто-то очень большой, кто-то очень колючий. А есть какие-то можжевельники нежные, вот о которых я хочу рассказать. Не доставляют абсолютно никаких хлопот. Мягенькие на ощупь. Да, растут быстро, но легко ограничиваются. Например, вы видите сейчас можжевельник горизонтальный golden carpet, который, во-первых, имеет яркий, насыщенный, желто-лимонный цвет хвои. Это с весны и все лето. На зиму приобретает оранжевые оттенки. Тоже фантастическая красота. Просто обожаю этот можжевельник. Он используется у меня в качестве почвопокровного растения в клумбах. И я всегда о нем только хорошего мнения. Не пожалела, что посадила. И лишь размножила. Соответственно, посадила еще один такой. Хотя я люблю разные растения. В каждом вижу особенную красоту. Еще один представитель вечно зеленых и декоративных растений для сада можжевельник green carpet. Настолько он мне нравится, что я часто его показываю и хвалю, хвалю, рекомендую для посадки к другим растениям в клумбы, в цветники и так далее. Так как имеет очень медленный рост. Очень. Для кого-то это достоинство, для кого-то это недостаток. Соответственно, вы его посадили и забыли, вот какое место ему выделили. Столько, несколько лет он и будет занимать. Дальше по сантиметру будет увеличиваться. Формирует очень плотную крону, через какую не просачивается сорняк, не прорастает, там нет цвета. И имеет маленькую высоту. Высота порядка до 5 сантиметров. То есть это такой самый низкий горизонтальный можжевельник. Вот в моем саду я знаю точно, много лет растет, поэтому могу рекомендовать. Может оттенять другие растения своим зеленым естественным цветом. Зимой и летом одним цветом он не меняет никак свой окрас с приходами носовых температур. То есть такой насыщенный изумрудно-зеленый. В принципе, как кто знает, и туя западная сморакт. Они вот сохраняют свой цвет, не меняют зимой и летом действительно одним цветом. Можжевельник очень красивый, достойный. И я рада, что его посадила. Он растет в моем саду в двух экземплярах. Также к своему списку любимых растений я хочу отнести вот такую маленькую узкую группу из хвойных растений. Они все, конечно, прекрасны, но эти особенно. Это канадские ели. Во-первых, они достаточно морозостойкие и не требуют укрытия. Относятся к 3-4 климатическим зонам. То есть выдерживают понижение температур до минус 40 и выше. Достоинства? Достоинства. Плюс они имеют маленькие размеры, очень компактный и медленный рост. Соответственно, они впишутся в любой сад. В любой сад, маленький или большой, за счет своих размеров. Ну и плюс, еще один плюс, это большой ассортимент. Большая цветовая гамма. Разные приросты. От голубых до салатовых, желтых. Это что-то невероятное. Ель Дейзи Уайт. Невероятная красавица, которая в начале лета покрывается приростами ярко-желтого цвета. И они держатся до 3-х недель. Дальше начинают бледнеть, белеть и становятся зелеными. На этом декоративность елочки не заканчивается. В конце лета у нее второй прирост. Но приросты уже не такие яркие, а уже имеют темно-салатовый цвет. Ну, тоже достаточно декоративно. И все это по чуть-чуть, по несколько миллиметров. Елочка очень медленно растущая, яркая, нарядная и достойна. Внимание каждого из вас. Ели канадские интересны все без исключения, так как имеют малые формы, яркие приросты. Кто-то строго конусовидной формы, а есть даже экземпляры шарообразные с голубым цветом хвой. Про канадские ели у меня есть отдельное видео, поэтому долго застрять внимание на них не буду. Лишь скажу, что это, которое вы видите, Rainbow's End, имеет салатовые приросты. Яркие, очень яркие. Они не зеленые, не желтые, а салатовые, но очень заметные на старой хвои. Поэтому я имею все, почти все сорта канадских елочек. Это есть иконика, это есть ель с голубым цветом хвои Sanders Blue. Они все великолепны, все замечательны, всех ценю за компактные размеры, за маленький прирост и яркий прирост. Они впишутся в любую клумбу, на мой взгляд, неприхотливые, да, иногда подгорают. Это единственный недостаток. Ну, а как же без них? Да, некоторые подгорают, но необходимо рано будить корневую систему, либо притянять. Так как они имеют маленькие размеры, это не сложно. Канадских елей растет у меня в саду много, и некоторых даже в двух экземплярах. Они хорошо дополняют как миксбордеры, так и любые цветники, так как зимой они будут стоять зеленые, декоративные и придавать объемы, структурность клумбам. У каждого садовода есть свои предпочтения, и то, что нравится одному, не нравится другому. Кто-то наполняет свой сад больше многолетними растениями, кто-то вечно зелеными растениями, а кто-то даже однолетниками. Я поделилась своим списком эдакий маленький костяк, вроде бы и не сильно значимые растения, и небольшие, но они наполняют мой сад, они дополняют другие растения. Очень интересно услышать ваш список любимых растений в саду. А я с вами буду прощаться. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, не жалейте, подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем желаю хорошего дня, отличного настроения, и до встречи!